Всем привет, дамы и господа, с вами Корестоносец и сегодня продолжаем прохождение Total War Warhammer. Начинаем кампанию за звера-людей. Этот ДЛС вышло буквально несколько часов назад, я его купил, ну и хочу представить вашему вниманию. Ни разу не запускал саму кампанию, играл только в режиме битвы, но войска мне в принципе понравились. Здесь достаточно низкий, правда у них боевой дух, но как-то в сражении это не чувствуется, там они давят массой, действительно это стада. Показываю сразу, на каких настройках я буду играть, чтобы не спрашивали, потом 10 раз каждый по отдельности. Все в принципе то же самое, что и стоял в кампании за орков и за хаос. Максимальные настройки, кроме выключенного сглаживания, оно у меня включено в драйвере видеокарты, вертикальная синхронизация у меня там же включена. Неограниченная память, она вообще не нужна, она улучшит качество картинки, может улучшить, если вам чего-то не хватало, но может снизить производительность, то есть не требуется. А так увидите игру в максимально возможном качестве. Что ж, начинаем. Здесь есть на выбор две кампании, то есть большая и маленькая, око за око. Это непосредственно кампания зверлюдей, сюжетная. Ее я тоже пройду, но несколько позже. Может быть начну на днях, параллельно с кампаниями за орков и непосредственно большой кампания за зверолюдов. Посмотрим, что они хоть из себя представляют. Так, базовые сложности, можем пробежаться. Империя осталась средней после патча, гномы низкие, орки средние, вампиры по-прежнему средние, хаос высокая, как и была, как ни странно. Зверолюды средняя сложность. Вот так вот. Лучшие их войска Кегор, стадо Разоргоров и Минотавры. Вот Минотавры мне понравились. Реальная сила, особенно против начальных войск. Наверное, будут разрывать все в клочья. Ну что ж, давайте почитаем, что же это за зверолюды такие и с чем их едят. Значительная часть Старого Света покрыта дремучими и непроходимыми лесами. Люди считают их своими владениями, но на деле это вовсе не так. В густых чищобах издаванно хозяйничают козлоногие. Как и все порождения хаоса, зверолюды ненавидят цивилизацию и безжалостно уничтожают любые ее проявления. Люди отвечают им тем же, но даже найти боевое стадо бывает непросто, не говоря уже о том, чтобы навязать ему бой. Будучи прирожденными мастерами засад, зверолюды обходят армии людей по звериным тропам и наносят удар только тогда, когда полностью уверены в успехе. Ну, звериные тропы, я так понимаю, это аналог подземных путей у гномов. Также могут перемещаться и орки. То есть игнорируя всяческие отрицательные эффекты на карте. Даже в открытом бою они являют собой грозных врагов. Их могучие повелители направляют стада козлоголовых, горов. Менее крупные унгоры наносят удары с флангов, а массивный минотавр неистово скрушает вражеские ряды. Зверолюдам служат и другие создания, в том числе отроди хаоса, боевые псы, великаны и хегоры. Этот грозный бестиарий одна из причин, по которым леса Старого Света до сих пор опасны для всех, кроме детей хаоса. Таящихся во тьме и отчаянно стремящихся сорвать с мира тонкий покров цивилизаций. В общем, это тот же хаос, по сути. Помесь орков, хаоса и частично имперцев. Насколько я видел в роликах перед этим прохождением, и хорды могут стоять друг с другом вместе, перемещаются они исключительно в режиме засад. Это дает тоже огромное количество положительных эффектов. Ну, своеобразная имба. Войска, может быть, и не сильнее, чем у хаоса, но они более многочисленные. С хаосом, кстати, можно будет заключить даже военный союз, когда они появятся. Так как это порождение, по сути, одних и тех же темных богов. Они могут выступать в качестве союзников и разрушить всю карту. Другие племена зверолюдов могут быть включены в ваше боевое стадо посредством дипломатии. Агрессивный набор отрядов с разнообразными зверями-чудовищами. Крупные штрафы к дипломатическим отношениям с большинством фракций не могут торговать. Ну, это понятно. Особенности раз. Соседние орды не несут ни боевых потерь из-за свар. Ну, вот о чем я и говорил. Орда. В этой фракции нет поселений. Ее инфраструктура и военные улучшения связаны с каждой отдельной ордой зверолюдов. Ну, то же самое, что было, в принципе, у хаситов. Орду уничтожают все постройки. Вместе с ней до этого отправляются в арп. Скверна. Распространяясь во вражеских провинциях, скверна хаоса вызывает проблемы с общественным порядком и может привести к восстанию. Словие победы. Ну, кампанию, естественно, я пройду длительную. Не то, что длительную. Я, как и за хаос, разрушу всю карту. То есть, все будет лежать в руинах. К ее концу. Посмотрим, кстати, сколько ходов это займет. По сериям-то понятно, что какие-то серии могут быть короче, какие-то длиннее. Но сколько ходов, посчитаем, за хаос заняла кампания за зверолюдов. Кто же победит в итоге? По скорости уничтожения мира. Я уверен, что я пройду. Вопрос только времени. Так. Условия победы. Длительные разрушить или разграбить 50 поселений. Получить доход на лед на 20 тысяч. Уничтожить следующие фракции. Ну, тут сами читаете. Много фракций. Выиграть следующую битву. Падение людей. Ну, это, наверное, какая-то специфическая будет. Может быть, за доп. предметы. Значит-то так. У нас есть два героя. Хазрак Одноглазый. Это командир. Рукопашник. Именно его я и выберу. А второй у нас Малагор. Темный предвестник. Шаман. Мы его призовем чуть позже. Шаманка я не нанимаю в самом начале. Хотя у него в спутниках есть великан. Стадо унгоров, копейщиков. Видите, боевой дух у них довольно низкий. То есть, там, 38 у собак, 50 у унгоров. Ну, у великана понятно, что большой боевой дух. И посмотрите, сколько он имеет ХП. Обычный великан, насколько я помню, 8300 имеет на максимальном размере отряда ХП. А этот 11000. То есть, он посильнее будет. Хазрак. Лидер фракции. Сильный лидер и воин ближнего боя. Может получить доступ к транспорту Колесница с Разоргуром. Начальные отряды Минотавры. Стадо горов и Стадо горов. 60 всего лишь дисциплина. Но, как и в случае с вампирами, стоят они довольно-таки долго. Может быть, конечно, в схватке не так сильно давили на них. Я там не выставлял прямо уж мега-супер-купер-армии против себя. Но почти никто не побежал. Эффекты фракции. Доход от налетов плюс 10%. Дисциплина плюс 5 в битвах с людьми. Так, тут у нас все по стандарту. Моему ставят ограниченные действия. Помощь советника минимум. Сохранение в облаке нафиг не нужно. Реалистичность битв тоже не нужна. Это будут фактически те же бои, что и на легенде. То есть, камера будет ограничена над вашими войсками. Лимит времени битвы его нет. Сложность уставляю я. Очень высокую, легендарную ставить не буду. Потому что вчера я пытался записать кампанию за орков. Что вы думаете? На 48-й минуте на втором бою первую я еле-еле вытащил. Игра просто вылетела без ошибок на рабочий стол. И 48 минут болтовни было напрасно. Я просто хотел разбить клавиатуру о голову разработчика, который за месяц после первого фикса патча не смог устранить эту долбанную проблему. И она есть у многих. В Steam писали на форуме, что игра очень часто крошится именно в бою. И если, не дай бог, вылет будет во время автосейва, выхода, скажем, с боя или выхода из игры, мы не сможем продолжить на легендарке кампанию. Сейвы запорятся. Ну, можно прочитать информацию про Хазрак. Кто он такой? Хазрак — коварный враг. В отличие от большинства победителей зверей, он обладает не только звериной хитростью, но и острым умом. Превосходно понимая своих сорочий, он способен обуздать мятежные стадо и направить безудержную агрессию горов в нужное русло. А честь служить его свите достаивается далеко не каждой рогатой, хотя под его знамена остекаются множество горов со всего Драквальда, привлеченных зловещей репутацией Одноглазого и надеждой на богатую добычу. Но Хазрак разборчив, он принимает в свое стадо лишь лучших из козлоногих. Отвергнутые им обычно уходят невредимыми, но если кто-то из них будет сочтен опасным или, к примеру, затаит обиду, его убьют на месте. Избранные же вливаются в армию Хазрака со смертоносной эффективностью, реализующей его коварные планы. От атак Одноглазого не уходит никто. Немногочисленных врагов, сумевших выбраться из устроенной им ловушки, настигают и загрызают превосходно вышкаленные боевые псы. Вот такие вот дела. Ну что ж, давайте начинать. Поехали. Темные силы зовут на войну с цивилизацией. И козлоногие отвечают на зов. Я вестник этой войны. Тот, кто говорил с ревущими шаманами и знает их обычаи. Я выбрал Одноглазого, ибо он ненавидит людей больше всех прочих горов. Он знает мой запах и подчиняется мне. Пока. Вместе мы покажем зверолюдам, что люди слабые, ленивые и не готовые к войне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эффектов и отдельная ветка развития Короче, что мы будем с вами делать? С кем вообще воюем? Давайте посмотрим Со всеми что ли воюем уже? Нет, не со всеми. С Кривоносами, с Каркасоном войны нет Сталия, война уже как бы и есть, империя Второй у нас уровень силы, хотя вроде войск-то немного Ну, никто еще не развит, естественно, они должны развиваться дальше У меня вот два вопроса Усилили искусственный интеллект в этом патче, чтобы он наконец-то спамил больше армии, когда имеет ресурсы Второй вопрос, есть ли вылеты во время битв? Потому что с орками вчера просто подгорело неимоверно Представляете, 48 минут болтать, а потом игра просто вылетает на рабочий столб без всяких ошибок Так, у них есть звериные тропы Та-та-та-та-тык Тайный лагерь и режим налет Давайте мы встанем пока лагерем Да, наймем пару отрядов, что мы можем нанять Унгоров, налетчиков Такой спорный юнит, всего же 110 дальнобойностей, стрелки 45 дисциплина Найс Стрелков, думаю, так, достаточно, наймем вот стадо унгоров-копейщиков У них много хп А много хп, потому что их очень много в отряде 160 аж Тел присутствует Ну, они массой могут задавить Во главе с монстрами, с своими командирами, они очень здорово могут навредить противникам Вот этот эффект, о котором много уже говорилось Орды не несут ни боевых потерь, когда они находятся рядом друг с другом У хаоситов, вот если бы атак поставил, начались бы разборки и Наши армии бы начали дохнуть Я думаю, что не лучшая идея сейчас будет атаковать Магриту Сразу же, здесь есть гарнизоны, плюс есть армия У нас не хватит сил, там есть стена и, короче Нужно больше войск, больше денег Доход у нас крайне низкий Пока И в казне мало денег Подождем У Козрака пока я ничего нанимать не буду Ну и так, достаточно сил А вот здесь вот построим Ведьмину рощу Численность войск плюс 2 Скверный хаос плюс 2 Рост Орды плюс 2 Окей, правда стоит немало денег Сейчас вообще деньги ни на что тратить не хочется Технологий, их не так много, но они уникальны Я видел тоже видео с этими технологиями Там, в общем, они дают что-то положительное, что-то отрицательное Зверолюды, это все-таки не ученые И исследуя одну из технологий, они устают В общем, надоедает им эта работа бессмысленная И поэтому скорость исследования, преследование каждой технологии минус 5% И последнее буду исследоваться, я так понимаю, хрен знает сколько времени Ну вот у них тут есть Интересные, я смотрю, в отличие от орков, которые... У которых технологии для меня были практически все бесполезны Я начну, наверное, с экономической Новые земли крови Доход от налетов плюс 15% Потому что нужны деньги, нету денег, нету ор Не на что будет содержать 7 ходов-то будет исследоваться Ни с кем я не смогу, наверное, заключить сейчас Какие-то союзы или прочее У меня со всеми либо недружественные отношения Либо Вообще война Ну вот, кривоносы Понятно, все красное Короче, как и с хаосом будет вечная война Делаем ход Сразу сейчас пойдем в битву на Табаро, там нет стены И слабый гарнизон Заодно испытаем войска зверолюдов в бою Надеюсь, что все эти вылеты рандомные прекратились У разрабов был целый месяц Чтобы ликвидировать Этот, так сказать, дефект у игры И они за месяц так и не выпустили фикса Вот до этого патча дожидаюсь А зачем? Конечно, подумаешь, игра вылетает Особенно это так весело для лестплееров Когда ты снимаешь часа два И у тебя в конце будет вылет Рядовому игроку это не так страшно Он перезагрузится с последнего, допустим, автосейва Но да, он потеряет ход и продолжит дальше А для меня это два часа перезаписывания И потери времени Ну что, две армии включим Тут гарантированная победа Тем не менее, сразимся в рейлтайме Посмотрим хоть что у них там за войска Но я тоже их видел Я хочу показать их вам У нас тут лес Все в стиле зверолюдов Играю на 11 директе 12 пока находится в бета-версии Могу показать, кто там не верит Что это не окончательная пока его версия Я его могу активировать То есть у меня десятка стоит Винда и видеок поддерживает Но ставить я его не буду Потому что производительность Остается на 12 директе хуже, чем на 11 При этом никакой разницы в картинке Я вообще не наблюдаю Расставляемся Давайте Поглядим до начала боя Как тут хоть войска-то эти выглядят А то накинутся сейчас Эстолийцы на нас Чем-то они на Леших похожи эти зверолюды На сатиров На лесных вот этих вот богов В определенных религиях Пока это просто дикари Такие полуголые С топорами С копьями Дальше войска будут Естественно уже мощнее Особенно сильные у них монстры Ну и командир Не легендарный лорд Но тоже сделано Очень и очень качественно Проработка впечатляет Хотя я считаю По-прежнему Что все это должно было быть уже Непосредственно в самой игре С самого начала То есть ее просто распилили на части И пытаются впарить нам то Что уже как бы В ней обязано было присутствовать В момент релиза Еще в мае Ну то есть допустим Игра будет после всех этих дополнений Весить 40 гигов Сейчас она там весит Допустим 25 Этот патч был на 3.2 гигабайта Который вышел со зверолюдом Сейчас она весит в районе 20 Наверное 5 Но я точно не смотрел в папке Можно глянуть после летсплея Будет она весить сороковник Может даже больше Со всеми длэсками Со всеми этими расами новыми Ну и если подвести итог К большому рассуждению Спилили пол игры Пол игры отпилили Заложили в закрома И постепенно из этих закромов достают То есть игра готова Все эти тлэски Может быть уже давно готовы Все эти нации Там фракции Их просто каждый месяц Двух по одной Добавлять за денеж Не хотите Не платите Ваши проблемы Так считает разрад Вот они кстати Минотавры Эгромные твари Которые мог Позавидовать Бибоп Черепашки Это такой свинкабан Кто помнит Очень сильны Короче они бодаются Они Топорами машут Ногами Ногами Затаптывают Ждем пока Подбежит Вторая орда Зрака Сразу И второго Нашего командира Гороса Разрыватели Сердец Направляем Минотаврами В лобовую Стрелков Направляем Сюда Вот куда Нибудь На обстрел Короче как они Сагрятся Все остальные Войска Тоже ведем Надо потерять Минимум Чтобы Потом очень Долго Не Заниматься Пополнением Нам следующий Город Надо брать Сходу Их выгодная Позиция На холме Но это Им Ничего Не даст Оптимизация Ничего не могу Сказать В этом патче Пока бой Достаточно Малым Количеством Войск Пока 50 кадров Тем более Здесь есть лес Кто не знает На картах Где есть леса Оптимизация Всегда Уже Даже если Вы наведете Вот Как бы Камеру В деревья У вас Уже Просадка Ну и По прежнему Очень здорово Сажают ФПС 3D Иконки Юнитов Ну мы можем Даже Наверное Проверить Вот Давайте Сделаем Небольшой Тест Сейчас У меня Показывает Полтинник Я включаю Сейчас 3D Иконки И поглядим Будет разница Или нет Эти 3D Портреты А Дёргается кто-то в правом, а в левом нижнем углу экрана. Я буду отключать. Лучше больше фпс, чем дёргающаяся картинка. Они пошли в атаку, сразу на стрелков накатывают по ходу дела, надо отходить. Аминотавры нашими двумя героями уже несутся на них и... Машала Рубилова. Бить их всех! Мясо! Всё, победа! Вот так вот быстро зверолюды разбираются со своими противниками, просто разорвали их в колочья. И они очень быстры, в отличие от других рас. Они очень быстро бегут. Даже не имея конец, они догоняют их в колочьях. Аминотавры там какие-то совершают. Кульпиды через себя кувыркаются, бодаются, а анимация сделана классно. Необычно. Хаос и оздоров. Домов. Ну, я думаю, все понимают, почему фпс растёт, когда закрываете интерфейс. Он растёт, потому что закрываются эти 3D-конки. 3D-портрет. И если я включаю, соответственно, он падает на 5. Ну, у меня, может, незаметно будет, а у вас там, если комп не очень мощный, явно ощутите падение. Поэтому советую всем, кому важна производительность, а не 3D-портреты, их отключить. Ну, добивать всех не будем, решительная победа. Плевать, всё равно там это был гарнизон. Потери 6. 6 потери, а у них 464. Ну, сложно сказать, насколько войска у них всё-таки сильны, пока это был гарнизон слабый. Ну, и у нас далеко не идти-то. 280 всего получаем. Принтажение двух гарнизона. Второго ранга у нас... Так сказать, удостаивается командир. И что мы тут можем сделать? Мы можем либо грабануть и разрушить поселение, либо разрушить и осквернить. Насколько я видел, опять же, в роликах разработчиков, если вы разрушаете это поселение, оскверняете, вы не получаете доход. Но здесь, как раз, ставится обелиск определённый, его будет видно на карте, и он будет распространять скверну хаоса. И увеличивать рост орды. То есть, есть, конечно, и плюсы, и минусы от этого решения, но пока мне нужны деньги, и я, в общем, разграблюсь. И сразу мы уничтожаем сходу город. Первое поселение впало. Надо с этим поздравить. Так, дальше мы пройти не можем. Постоим здесь. В дальнейшем я планирую напасть в этой же серии на Билбале. А затем, финальная битва, это будет вот за Магриту. Серию на этом, я думаю, завершим. Вряд ли Тилея на нас пока тут нападёт, потому что эти болота непроходимы. Я помню, в компании за хаос я здесь не прошёл. Надо переплывать будет на другой берег, а это всё не так-то просто. И посмотрим, что у нас за навыки имеются у героя. Ну, вот единственный плюс, наверное, то, что иконки вот здесь вот, в подробностях у них эти портреты дёргаются. Правда, у хаоситов были определённые баги, там доспехи проходили сквозь голову. И что тут наподобие этого? Так, первобытная ярость, атака в ближнем бою, влияние марс-слиба, дисциплина и дальность перемещения. Но пока что тут всё довольно стандартно. А вот дальше у них начинаются уже особые навыки, особенно у легендарных лордов, у них они отличаются от других. Раз. Быстро ход произошёл, идём. Далее. Пока не звериными тропами идём, идём просто на скорости. Вот тут можно будет перепрыгнуть через реку, это, наверное, сэкономит время. Я вот боюсь, как бы, да, вот они не набрали у себя тут столицы, провинции, сейчас много войск, иначе нам не хватит банальных ресурсов, чтобы собрать Большую Орду и их разбить. Но придётся отсюда тогда уходить. Тёмный выбор. Разрушительные силы черпают мрачное удовлетворение в ваших дьяниях. Исполнившись тёмной радости, дарит вам свою благосклонность. Какой из даров вы выбираете? Кровавый бык. Нанят герой. Разрак одноглазый кровавый бык. Ревущий шаман. Давайте лучше, наверное, кровавого быка. Героя наймём, посмотрим, что он из себя представляет. Здоровый, наверное. Ревущий рог. Ну, отлично. Проблема вот вся в том, что они начинают здесь нанимать ещё одну армию. Но я и боялся. И там герои у них пока только выжили. Двериные тропы. Да, мы можем дальше значительно проходить. Перепрыгивать даже. Идём двумя ордами. Следующим ходом будем уже убил Бали. Город падёт. Там гарнизон слабый. Тоже, наверное, в реал-тайме бой проведём. Посмотрим на кровавого быка. Менение ветров магии. Мариенбург Империя уже объявляет войну. Всё как обычно. Ничего нового. После этого боя, наверное, будем устанавливать. Есть небольшие потери, но не сейчас это будем делать. В режиме, кстати, налёта мы получаем 124 от дохода в этой провинции. Немного. Пока доходы очень-очень скромные. Ух ты, ёлы-палы. А после наёма вот этого кровавого быка у нас минус 42 доход. Поэтому надо шевелить копытами-то быстрее. Ну, конечно, если мы встанем налётом, мы решим эту проблему. Давайте вот что сейчас сделаем. Одну армию посадим восстанавливаться, а второй пронесём Билбали, чтобы не двумя атаковать сразу. Встанавливайтесь. Может быть, даже что-нибудь построим. Можем уже в третий уровень Орды выйти. Всё, конечно, замечательно, но... Нету пока эффектов, которые дают нам, скажем так, уменьшение стоимости найма или содержания войск. Вот что мне не нравится. Численность войск Орды, скверный хаос, рост Орды. Всё это круто. Три тысячи стоит следующее здание. Капец. Пока я, пожалуй, не буду ничего строить, ибо, ну, сами видите, какой бюджет. Малые какие проблемы у нас будут. Можно и компанию слить в самом начале. Тем более я же играю за них первый раз. Они вышли, говорю, час назад. А вот здесь вот шанс-то не такой уж и большой у нас. Есть арбалетчики уже. Ну ладно, тема интереснее будет бой. Сразимся. Я думаю, что и боевой дух без героя вряд ли выстоит против нашего. Что-то хоть за кровавый бык-то такой. Ты какой здоровяк. Ну, это минотавр, может быть, даже чуть крупнее, чем... Обычные его, так сказать, собратья. Здоровый. Ну, шансов во время боя у нас 80%. Там показывали более скромные на второсчете. Я даже не знаю, стоит ли нам использовать какие-то там стрелковые отряды. Просто набежим на них и разорвем в клочьях. План простой, как три копейки. У зверолюду все просто. Набежали стадом и его уничтожили. Пять имперцы стоят на каком-то холме. При горочке бежать придется долго, но зверолюды умеют быстро бегать. Сейчас серии, наверное, будут снимать не очень длинные. Сами понимаете, почему. Мне надо протестировать, будут вылеты во время боев или не будут. И я не хочу, чтобы мне игра крошанулась после двух часов записи, двух с половиной. Где-то по часу, по часу с небольшим. И если все будет нормально на протяжении, скажем, пяти серий, тогда они будут длиннее. Ну, я думаю, со зверолюдами запилю какую-нибудь типическую битву против людей. Хотя, может быть, не сейчас. Потому что вы не все юниты видели, и не все хотят их увидеть именно в сражении. Давайте сначала немного кампанию пройдем, а потом уже будет эпик батл. Прокачаем основные их строения, основные цепочки войск. Зайдем с тыла героями. С остальными ударим в лоб. Пошли стрелять, но лучше пускай стреляет по минотаврам, чем по более каким-то легким войскам. Вперед сманеврируем. А вот пошли и по войскам палить. Назвали его Хазрак, а говорит, что он Казрак. Наши локализаторы такие локализаторы, как обычно. Вся, побежали. Куча дружных, я смотрю, за нашими остается. Хриллах, но как у них арбалички-то выкэшиваются, вы глядите. Девушки отдыхают. 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 Спасибо, крутая анимация, ему снова движение и вот этих вот мощных ударов у монстров. Девушки отдыхают. Мы их догоняем. Девушки отдыхают. 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 Я не вернусь! 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 Так, у нас тут ранг повысил наш кровавый бык, ревущий рарм, несущий рог. Неутомимое стадо, плюс 5 атака в ближнем бою. Давайте-ка и мы вкачаем. Вот у него навыки вообще уникальные. Хотя есть и те, которые имеются у других героев. Вот толстая кожа, всякие там смертоносные рога. Ну, это может называться по-разному, но эффекты дает на улучшение в ближнем бою. Теперь мы от налетов получаем больше доход. Это хорошо. Небоевые потери, либо скорость пополнения потерь плюс 3%. Наверное, вот лучше как раз бесконечную охоту, а бесконечную охоту прокачать. Скорость исследования минус 5%. Тоже дает отрицательный эффект. Печально. Что ж поделать-то? Последние технологии будут долго изучаться. Сейчас мы снимаемся. Да, смотрите-ка, они тут же колонизировали. Причем колонизировали правильно одним командиром, чтобы уменьшить потери. Жесть. Интересно. Неужели они поправили искусственный интеллект? Я буду очень-очень рад. Чтобы не ставить никакие там патчи, где на легкой сложности вы играете, оказывается, на легендарной. Война объявлена. Каркасон кривоносые. Увышение ранговых озрака. Быстро повышают ранги наши зверолюды. Все войска пополнены, но надо нанимать новые орды. Один я пока оставляю отряд в режиме налета по-прежнему. Здесь, кстати, есть полоска такая же, как и у орков. То есть, если она достигает низкого уровня, начинаются беспорядки, войска начинают дохнуть. Для этого надо постоянно воевать. Если мы достигаем 80, что ли? У нас появляется, в общем, возможность сделать ревущее стадо, да. 17 отрядов должно быть в орде. И 80 достигнут ранг. У нас появляется ревущее стадо, которое мы можем, как и вах, направлять на врагов или на города. Войска, конечно, ребята, у вас полное говно, которое вы пока можете нанять. Ну, что поделать? Может быть, Хазрак, ты что-нибудь построишь более солидное? Людоедство. Доход от налетов плюс 3. Содержание минус 3 для всех войск. А, вот где у них, смотрите-ка, эти навыки. Это у командиров качается. Содержание для всех войск минус 3. Стоимость найма минус 3 процента. Это вот я прокачаю. Благословение зла. Хорошо. Сразу на 46 становится у нас больше доход. Чего мы строим с вами дальше? В этой орде ничего толком ты не построишь. Только если боевых псов нанимать. Но при штурме они нам не пригодятся, пока это здание оставим открытым. Ведьмина роща, 2,5 штуки. Но надо развивать. Надо развивать орды так или иначе. Плохо, что у нас сзади появились. Враги. Оба-на! И вы поглядите-ка, он вышел сам навстречу нам. Человечек решился на бой. Что ж... Он станет нашей... Законной добычей. Ты станешь моей пищей, друг. Мы полакомимся тобой после этого боя. Ты смел, но глуп. Враг не заметил вашу засаду. Атакуйте сейчас, элемент неожиданности сыграет вам на руку. Но мы всегда будем атаковать от засады, потому что это особенность такая зверолюда. Это надо провести в реал-тайме. Ух ты, какой-то новый режим. Что-то я, честно говоря, не помню, чтобы атаки были из засады в предыдущих кампаниях. А тут у нас есть определенный элемент быстрой атаки. Это... Ух ты! Фига себе, это что такое за... Карта. И где тут наши враги будут? Я так понимаю, что прямо перед нами это новый режим. Да, его не было раньше. На этом супер-новом режиме, кстати, очень жестко проседает FPS. Здесь есть туман, есть куча деревьев, все очень плотно. Давайте-ка я уберу нафиг эти 3D-иконки. И вам рекомендую, если вы будете играть на макс-настройках. Сейчас будет плюс 5 FPS, это значительно поднимет, скажем так. Общий уровень. Хотя нет, я бы не сказал, что сильно поднялся, всего на 2. Почему-то на этой карте. Новая карта по традиции не оптимизирована. Я боюсь представить, если здесь будет режим засады из гораздо большего количества войск, что тогда произойдет. Они стоят прямо перед нами. Мы нападаем внезапно. Так-с. Его не расставишь с другой стороны, придется бить прямо в лапешенько. Самое фиговое, что наше подкрепление выходит только со спины. И получается, что элемент этой неожиданности будет для нас. Войска могут разбежаться. Тут, кстати, ситуация довольно-таки опасная. Опасная именно для нас. Подкрепление не успеет подойти. Что-то тогда будем делать. Ну, я рискну. Отводить войска в угол. Самый лучший вариант. Стараемся не накосячить. Минотавров, командиров, сразу по центру. Поправляем бить. Они идут, и мы сразу на них вываливаемся. Резко, быстро, мощно. Сколько их там, мать честная. Крепление входит, но это время. Быстрее, чуваки, бидите сюда. Местацию карты Гавру, 26 FPS. Сигма! Но наши войска уже близко. Вторая армия подходит. Нормально. Один из флангов уже выигран. Встреча к врагу! Встреча к врагу! Встреча к врагу! Встреча к врагу! Это было очень тяжело! Встреча к врагу! Встреча к врагу! Встреча к врагу! Смотри, что боевой дух у них далеко не самый лучший! По... скажем так, показателям. Но... не отступают! Хотя вот начинает колебаться. Все отряды, у которых осталось мало. Убеждаем вопрос в нескольких минут, а они тоже в серьезный урок. Ну а лес, я так понимаю, будет во всех насадах, потому что вера люди типа атакуют из леса, им насадование в лесу устраивают. И вот этот режим будет очень жестко влиять на вашу производительность. Не удивляйтесь, у вас FPS, просядите здесь раза в два, сравните с обычными. 25-26 для стратегии терпимо, но хотелось бы больше. Они бегут. Ну плюс, учитывая, что у меня запись, она жирает где-то около 3-5 FPS жидо-плеем. Если бы его не было, но был бы в районе 30. Чуть больше. Да, мы победили, тем не менее, очень как-то странно. Засада произошла, то есть часть у нас армии уже ждала их в засаде, подкрепление вышло, хер знает где бежало. Но стойко бились, козлоногие, головые победили. Добиваю, смогу, чтобы получить опыт войска. Перед решающим боем, там вроде бы еще один ход, чтобы было пополнение. Если оно, конечно, будет, то будет супер. То есть мы восполнимся сразу за один ход. Вот эти вот топ-перки, они здорово влияют на геймплей. И такой выбор будет периодически представляться, чтобы мы могли решить, что нам выгодно в тот или иной момент кампании. Неранее видно в этом лесу. Можно включить интерфейс, чтобы их хотя бы видеть, где-нибудь убегают. Пойдем на синем лесу, где трепещу досины. Досины здесь нет, зато, включая, есть геолог. Войны царства. Красиво сделано. Это древний лес. Дремучие деревья метров по 200-300 высотой. Ну, это аналог, в общем, я так понимаю, пещерных боев у гномов, крепостях, у орков. В принципе, на этом, я думаю, можно бой завершить. Решительная победа. Потери 421, ну, такие не особо большие. Большая часть боя мы сражались один на один. То есть, армия не участвовала. Включаем. 685. Съедим пленных. Уполнение 6%. Раб-человек. Спутник приобретений. Дисциплина плюс 4 в битвах с людьми. У нашего кровавого быка. Стонущий клинок. Это у Хазрака. Наверное, ты у Зигвальда его позаимствовал, чувак. Его любимое оружие было. Давайте. Еще снизим содержание для наших войск. Так как мы вышли из режима налета, у нас, в общем, видите, сразу доход проседает. Проседает доход. Здесь тоже, кстати. Ух ты, здесь у каждого героя можно это прокачать. Ну, если это вкачать солидно во всех хордах, то мы сократим расходы на хордах. К сожалению, эффект на пополнение у нас исчерпан. Идет вставать лагерем, и пополнение идет крайне-крайне долго. 8 ходов, мать честная. Давайте-ка мы их, может, лучше объединим. Тут не такие уж прям супер-пупер элитные войска. Отряд мы вообще распустим. Что, свою армию они потеряли. Улучшаем казармы. Стадо унгуров хотя бы сможем построить, нанять точнее. Один ход тоже будет строиться. Землянка. Содержание минус 5% для унгуров. Хорошо. Лишние проценты в минус, это всегда прекрасно. Не прекрасно, что у нас очень мало денег осталось в казне. Ух ты, вы поглядите-ка, че у нас здесь приперлось. Еще одна армия, густяк. Вот это был нежданчик. Нас обнаружили. И что будем делать? Зверолюдам, конечно, бежать. Позорно, но их гораздо больше, чем нас. Смотрим давайте-ка на шансы. Да, шансы наши поют романцы. Есть еще и стрелки. Короче, нас задавит масса, я так понимаю. Надо отступать. Может быть и не получится штурмануть их прямо в этой серии столицы. Здесь не так все, ребятки, легко. Давайте быстро отсюда уходим. С этим чуваками мы пока не воюем. За гарнизон есть. Замок Каркасон. Мы можем, в принципе, его разорить. Не один, так второй. Уходим с территории, пока не стали. Мы сюда вернемся, но когда у нас все-таки стадо будет уже более мощное, тут сами никакой шанс. Это самоубийство. Слить две орды и... До свидания, компания. Они за нами бегут. Ночь пиршества, обжорства. Стадо рассерженное смертит сильнее обычного. Зверолюды раздражены, что им придется провести еще одну ночь в молитвах у камня стада. Они хотят пировать и праздновать свое удовольствие. Что скажете, повелитель? Дикая ночь. Дисциплина плюс 10. Сквернхаус минус 2. А, пускай... Не хайп, пускай пирствует. Пиршиствует... Короче, бежим отсюда. Бежим отсюда, бежим, бежим, бежим. Я не знаю, будут ли они нас преследовать дальше своей границы или нет. Если будут... О, как мы тут с вами встряли. Конные йомины. Ёкарный вас бабай. Крестьяне с луками, ополчение. Серьезное дерьмо. И комп набирает армию. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, это печально для нас. Куда деваться-то пока что. Пока что. Пока что мы можем, конечно, с вами сейчас стягануть с обрыва и уплыть куда-нибудь подальше. На север. Поевать со скейлингами, как хаос. Пойти на орков. У нас же орда. Мы можем делать все, что захотим. В этом плюс ордовых. Раз. Сейчас поглядим, что будет делать встали. Но замок Аркасон нам, скорее всего, не взять. Вам чего-то надо. Объявить войну. Фракция объявила вам войну. Паравон. Зашибись. Да вы, ребята, спятили. Вы объявили войну зверолюдом. Вы знаете, чем это вам грозит? Я ж вас пополам порву. Можно, в принципе, захватить. Вот. Бриону разрушить. Мне нужны деньги. Пока, да, мы не несем, скажем так, минусового дохода. Но это все до поры до времени. Короче, что мы с вами делаем? Я отхожу вот сюда. Садимся в лагерь. Второй армии встаем здесь. В режиме... Так. В режиме налета. Они, кстати, в режиме налета могут очень далеко передвигаться. 190 доход. Еще бы надо нанять дополнительных зверолюдов. Правда, это наш бюджет обрушит в минус. А зато усилит армию. Вот она, дилемма-то. Начальная. Бесчетное стадо. Стоимость найма минус 5% в армии героя. Это хорошо. Вот как раз сейчас мы будем нанимать, и будет дешевле нанять наших... ...ингуров. Такие показатели довольно средние. Правда, 65 дисциплина. Смотрите-ка. Доспехов почти нет. Скорость высокая. Атака в ближнем бою средняя. Сила оружия. Натиск такой тоже средненький. Содержание 104. Они стоят. Низкая дисциплина. Но тунгуры, они еще более-менее. Ничего. Тем не менее, каркасон мы не сможем взять. Начнем с бриона. Потом можем, в принципе, уйти в море. Проплыть. Может быть и не сможем. У нас дело в том, что за нами эти чуваки так и идут. Ну, бриону разрушим, да, и уплываем на север. То есть надо оторваться от Исталии. Где-нибудь выставиться, внезапно нанести удар. Опять получить деньги и опять линять. Кайрак и Зор новой фракции открыты. Но, я так понимаю, отношения у нас с ними в полном говне. Как и со всеми. Хотя нет, смотрите-ка, нейтральные, правда, ухудшаются. Что мы с вами, ребята, можем заключить? А, понятно. Отличная дипломатия, только объявить войну. Супер. Стали идет за нами. То есть даже несмотря на там свои потери, они тупо прут в нашем направлении. Они очень сильно обидели, что мы у них два города разрушили. Пытаются окружить, зайти как-то с тыла. Есть, кстати, вариант. Мы можем набрать сейчас войск. Хотя нет, этот вариант не котируется. Я могу нанять войск, да. Я могу нанять этих унгоров побольше. И разорвать их в клочья. Что это нам даст? Это нам даст деньги от того, что мы уничтожим эти армии. Это раз. Два. Мы сможем пройти как столица. Правда, пока мы идем к их столице, они уже успеют там опять набрать войска. Поэтому надо продумать у нас 10 ходов вперед. Иначе вы сделаете большое-пребольшое у Сусова этой кампании с самого начала, я так понимаю. Уходим. В звериных тропах мы меньше пройдем. Может быть, мы сможем стрясти с этого городишки и немало денег. Гарнизон довольно слабый. Зашли на чужую территорию. Вот какие у них отношения с... Каркасоном. Где там это из стали? Так, война с нами. С остальными никаких отношений у них нет. Спрашивается, какого хрена тогда? Они бродят по территории Каркасона. И Каркасон не объявляет им войну. Почему они спокойно идут за нами? Им совершенно по барабану. Они дальше сейчас пойдут. Пока мы, я чувствую, не уплывем, они так и будут за нами тащиться. Да. Хотя нет, вторая армия куда-то убежала дальше. Окей. Объявляем войну Каркасону. Сделает у нас козрак. Авторасчет, я думаю. Душительная победа. Две триста всего лишь. О, варвар. Трофей после битвы плюс шесть процентов. Это радует. Четыре шестьсот на сказне, но минус... 155 доход. Пока не критично, а хотелось бы, конечно... Вот минус двадцать. Хотелось бы, конечно, все-таки в плюсе играть. Идем дальше. Идем дальше. В режиме налета мы идем. И в режиме налета они ходят, в отличие от других фракций, очень далеко. Каркасону, пожалуйста. Ой-ой-ой. Слушайте, а у нас тут может сейчас быть небольшая проблема. Мы с Тадом-то убежали, а за нами ведь две армии стали. И тащилось, а Хазрак-то теперь не утренится. Хазрак. Ёлы-палы. Так. С двенадцать. К сожалению, у нас не будет нашего ваха звериного. И армия не появится. Это у нас тут такие бордела. Пока с ними никаких отношений нет. Делаем ход. Это будет очень-очень опасная ситуация. И вот к нам бегут. Но они, кстати, пробежали мимо. Они идут не за нами, а вообще на другие земли. Вот, это повезло. Тупанул. Обнаружили засаду. А, возможно, они нас просто не нашли. То есть, зверолюды же, они стоят в режиме засады постоянно. Находясь даже на открытом пространстве. И они, может быть, нас не видят. Может быть, это спасло. Фракция уничтожена. Кривоносая. Конечная охота технологии исследована. Скорость пополнения потерь повышена. Это радует. И у нас снова выбор. Снова выбор. Я убираю, естественно, пополнение. Ко мне это больше нужно. Чтобы армию восстановить за один ход, при этом передвигаясь. В режиме... Ну, в режиме налета здесь смысла идти нет. Я думаю, ясно почему. Потому что... Потому что мы пилоты. Так, технология. Следующий исследуем. Нечестивый ритуал. Скорость пополнения плюс 10%. Делаем ход. Сейчас мы возвращаемся назад к стали. Будем плыть. По морю это будет, я думаю, быстрее. Атакуем их в столицу. Я не думаю, что они успеют вернуться. Сразу же. Может быть, даже в этой серии мы сумеем... Разнести их. Жалкие стены. А нет. Вот это не дурак. Назад. Терей объявляет нам войну, да? Конечно же. Ну, естественно. Чуваки, которые находятся хер знает где, зачем-то зверолюдам объявляют войну. Которая вообще никак не связана с нами. А вот это мне не нравится. Потому что опять нелогичное поведение компа, у которого и так достаточно кругом врагов. Зверолюды им никак не угрожают. Но они объявляют нам войну. Очень логично. Стали возвращается. Самое печальное, что мы ненамного их обгоняем. С другой стороны мы можем напасть с юга. То есть там, где меньше людишек, пока занятся орками. Если не удастся из Стали опередить, нападем на орков с другой стороны. В принципе, нам не важно, с кем воевать. Кого воровать. Та же ситуация, что и с хаосом. Когда появится хаос, мы объединимся с ним. Я думаю... О, может быть, сейчас из Стали наваляют еще и каркасоны. Летающий шпион. Плюс 8 обзор на карте компании. Кровавого быка. Замечательно. Попытаемся, конечно, их опередить. Я бы разрушил их в столицу и ушел. Это было бы круто. И на этом бы мы серию, наверное, закончили. Заключен мир. Карак Изор, Карак Хирн. Ну, разборки между жалкими людишками и мелкими гномами нас не интересуют. Нас интересует только война. Слушайте, они успевают. Они успевают вернуться, правда, возвращается только одна армия. Волнение хаоса. Скоро наши братья придут. Артуа Империя тем временем в войну объявлена. Людишки вместо того, чтобы объединяться против хаоситов, воюют друг с другом. Ну, Телея вот уже сделала ход конем, объявила нам войну. Нет, не получится проштурмовать. Сами видите, какая ситуация. Здесь сидит полстяга. Еще одна армия бежит. Реагирует очень быстро. Кстати, комп молодец. Я не думал, что он среагирует на то, когда мы плывем именно по морю, а не по земле побежим. Смотрите-ка. Хорош гусек. Ну, ладно. Тем интереснее будет. Скоро хаос придет и с двух сторон мы ударим по ним. Подходит к городу, они знают, что мы нанесем удар. Он даже это просчитал. Плывем к оркам. В эти земли мы еще вернемся. Я, честно говоря, боюсь идти к людям, к гномам. Там очень плотно находится вот тут вот, в центре поселения. Очень много врагов потенциальных. У каждого по армии, а то и по две. И нам тут могут навставлять. А вот у орков, здесь на юге, города находятся далеко друг от друга. Очень сложно будет им армии как-то сгруппировать. Может быть ударим по теле, если найдем где-то город незащищенный. Используем свою мобильность. Они отходят. Но отходят недалеко. То есть мы их видим. Жестокое дело. Плюс 20 процентов. Урон оружием для всех фракций. На 10, что ли, ходов. С моря, я так понимаю, нам не ударить. Слушайте, а нет. Вроде как мы можем ударить. Но. Вторая армия не выслится. А та успеет подойти. Даже если мы их разобьем. Город-то мы не захватим. Вторая армия подходит. Дает нам под зад. А у нас уже войска будут покоцаны. И добивает нас. Мы высаживаться не будем. Плывем. Как и задумали. Проблема в том, что здесь вот этот проход надо переплыть за один рывок. Чтобы войска не теряли. Свои подразделения. Все-таки у нас не корабли, а лодки. И далеко в море плывать нам нельзя. Сначала высадимся на полуострове. Пойдем вот так. Разорим все, что тут имеется. Если там не сильные гарнизоны. А потом нападем на орочи земли. Перепрыгнем нашими тропами. Интересно, а смогут ли тропы работать через пролив? То есть понятно, что там орки с гномами подземными путями перемещаются под водой. А смогут ли по тропам пройти наши зверолюды по воде-то? Мерильяну нам надо захватить. 1200 мы получим. Спасибо. Я туда как бы не собираюсь. Это, по-моему, столица как раз вот у Тилеи. Блин, а тут не очень все хорошо. Мы за один ход ТИ не прорываемся. Так, с Влючиней есть армия. Что там с гарнизоном? Гарнизон такой средненький. Теоретически мы можем напасть, разорить и сразу свалить. Прежде чем из Мерильяна успеет подойти еще одна армия. Если они заранее опять же не подведут. Чаба, глядим. Частивые ритуалы. Скорость исполнения потерь плюс 10%. Серия, кстати, затягивается. Я рискую вылетом. Такс. Вот тут надо уже выбрать что-то другое. Звериная ярость плюс 4. Все войска. Содержание. Так, содержание нам не надо. Увеличивать. Рост Орды. На 6 ходов. Стоимость на минус 25%. Защита в ближнем бою. В принципе, мне ни один сейчас не нужен из этих перков. Рост Орды. На 6 ходов. Ни один из ваших отрядов не восполнит потери. Вот это будет плохо. Ну давайте попробуем. Может быть Орда вырастет быстрее. Волна луния. Плюс 5 скверных хаоса. Ну вроде на грани мы перемещаемся. Чтобы войска не теряли здесь своих юнитов. Вот так вот высаживаемся. Если припрется вторая армия телей, сразу отсюда утекаем. Награда разрушения. Небоевые потери минус 10 во всех случаях. Ну можно прокачать. Давайте. Нет, наверное, все-таки зловещий трофей. Дисциплина в боях с людьми. Плюс 5 все войска. Это пригодится нам больше, чем остальное. И сейчас такая армия телея прибегает. Нет, не прибегает. Что ж, значит где-то она у них далеко. Видать, либо он не просчитал, что мы высаживаемся. Ой-ой-ой, ребятки. Они все-таки высадили. Вторая армия смогла здесь найти щелку, чтобы появиться. Я думаю, что такими войсками, которые у нас есть, мы возьмем этот город. И сразу же отсюда валим. Может быть по морю, а может быть по суше. Это в зависимости от того, как телеицы отреагируют на то, что мы пришли. Действуем агрессивно, нагло, напористо. Никакой жалости к человекам. У них агент бежит пока. Задание провалено. Но мы до Морильяна никак бы не добрались. За это время. При всем желании. Война объявлена. Бордело, каркасон. Хорошо. Чем больше людишки воюют, тем... Такую самую большую армию. Кстати, она у нас не полная. Но ладно, там чуть-чуть потери. Вот такие макаром шансов у нас меньше, чем у них. Но мы подведем сейчас вторую армию. Тогда человеки содрогнутся гораздо сильнее. Тихо, 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 тихо. Да? Я там кое-чего видел? Абсолютно не. Да-да-да, ребятки, я это видел. Все-таки эти ублюдки начали везти сюда войска. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну что, я предлагаю куда-нибудь отсюда свалить. Пока на побережье, может, они не достанут отсюда уплывать. Самая удачная, конечно, была идея с атакой. Ну как неудачная, я не видел их армию, она подошла чуть позже. Если мы сейчас уничтожим вот это вот добро, ну да, мы их уничтожим. Я уверен. Но проблема-то вся в том, что потом основная армия придет, нам и наваляет. Что мы с ней-то будем делать? У нас-то сил не хватит, чтобы с ней справиться. Сможем ли мы выплыть прямо сейчас? Слушай, чувак, ты что, не можешь достать до... Море, что ли? Эй-эй-эй-эй-эй, алло. Вот это подстава. Хазрак не может это сделать. Правда, он может отойти дальше. Ну окей, тогда Хазрак. Тебе надо максимально оторваться от человечков. Делаем вот такой вот маневр. Если они не успеют подойти, значит мы уплываем. Если успеют, то уходим на восток. И уплываем вот отсюда вот. Долбаные пацаны. А они подойдут. Двумя армиями или одной, с одной-то мы справимся, а вот с двумя нет. Ну хотя бы одна армия уплывет. Такс, и они достают. Вот ту блю. Вот же уроды. Ну что, отлично. Они не достали, на что я и рассчитывал, и сейчас мы уплываем с востока. Нападение на войска. Успех. Отлично. Два отряда покоцанных. Кровавого быка достали. Нашего бычару достали. Слушайте, а тут сможем ли мы вообще куда-то отойти? Вот что меня волнует, товарищи. И господа. Ну я не уверен, что они нас достанут из города. Плывем дальше. Землю орков, как и хотели. Ну то есть комп очень скрупулезно, видите, обороняет свои города. Не сразу получится прямо всем навалять. И достают нормально через весь лес. Замечательно. Просто конфетки. А здесь? А здесь уже не достают. Ой, они разделили армии. Разделили армии. Нападение на войска неудача. Хватка новобранцев. Стоимость нами плюс 25%. Все войска три хода. Но это ладно. Не страшно. Новая фракция жубодеры. Тут остался полный стяг специально, чтобы мы не проатковали. Ну ладно, стойте дальше, мы поплыли. Счастливо, Телея. Пишите письма. Уходим дальше на юг. Уходим на самые южные провинции, как мы с Хаосом атаковали. Здесь, но правда у нас уже было больше орд. Начинаем примерно такую же атаку с юга. Здесь города очень далеко друг от друга. Армия не успеет подойти. Гарнизоны, я думаю, будут слабые. И мы справимся. Чуть не зажали ируды долбанные. Мы их обхитрили. Обхитрили, обманули, обдурили. Где-то тут есть город на юге. И мы его сейчас найдем. Узлы на башке. Это как раз и дикари. Дикари против дикарей. Саживаемся. Где мы тут можем выститься поближе? И поюжнее. Нормально. Нам надо будет посидеть немного. Вот есть город Горгазан. Тут никого нет. Гарнизон говно. Мы его по-быстрому сейчас оприходуем. Получим деньги и уйдем. Главное не напороться на большое количество армии узлов на башке. Вот это будет, конечно... Нехорошо, если мы на них натолкнемся. Будет очень-очень-очень нехорошо. Объявляем им войну. Кстати, баланс сил в нашу пользу значительный. То есть у них там и особо войска-то нет во второсчет. Две триста. Пока стандартно. От грабежа мы включаем. О, имеешь берсерк. Усиление натиска плюс семь. Атака ближнего боя плюс два. Сила оружия плюс четыре. Хранитель камня. Стада. Скверн хаус плюс один. Людоедство. Доход от налетов плюс три. Давайте экономически пока прокачаем возможности нашим командирам. Мечер-серка лучше дать хазраку. Смотрим баланс сил с углами на башке. Да, у них два поселения сил. Очень мало. Мы очень удачно здесь высадились. Можно. Навалять. Ход постоим, восполнимся. Потом надо будет восполнить армию у хазрака. Она у нас почти полнолуния. И мы сейчас выберем пополнение за один ход и восполнимся одним махом всю армию. Соберем всех зверолюдов с этой территории, с этих земель. Так, цель достигнута. Мы получаем денег плюс, благодаря дополнительным целям, четыре тысячи сразу. Замечательно. И пополнение производим. А, ну здесь мы, кстати, блин, не сможем целиком восполнить всю арду, только скорость пополнения плюс 10%. Значит, будем сидеть лагерем. Но это все равно ускорит пополнение. И через два-три хода у нас все будет уже готово к следующей атаке. Чуть-чуть можем нанять еще войск, благо у нас имеются деньги на это. А вот в этой орде надо бы построить тоже казармы. Собак мне пока не надо, обойдемся без них. Узлы на башке к нам не придут с такими силами, и они просто не смогут противостоять нашим армиям. Зловещие трофеи, дисциплина плюс 5, битва с людьми, технологии исследованы. Древние звериные тропы, шанс уклонения плюс 20% на звериной тропе. Чумные гнезда, рост орды плюс 3. Хм, ну можно качнуть. 9 ходов будет следоваться. Продолжаем пока сидеть. Нанимаем войска. Дальше во вторую орду. Отряд стрелков и отряд унгоров. В минус мы сейчас можем выйти уже более или менее солидные, но тут есть города, которые мы можем разорить и пополнить наш скудный бюджет. Например, вот Галбарас. Пойдем туда мы дальше. А может быть разорим сходу Аргул Мигдал. Давайте сделаем ход, снимемся и серию будем на этом заканчивать. Такого масштабного сражения не удалось провести, ну потому что либо нас сильнее значительно, либо слабее. Ну, конечно, основные бои впереди. Здание я улучшать не буду, надо сохранить бюджет для того, чтобы содержать нашу орду. Погнали. Почти все восполнены. Можем сниматься. Так, звериные тропы. Чуть дальше проходим. Можем идти, в принципе, ими. И на этом моменте предлагаю серию я закончить. Задел с делом. Если она вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной, на дополнительной. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok